Ежегодный международный молодежный турнир по хоккею «Шайбы» среди разных возрастных групп проводят в одном из городов Беларуси. Совсем юные, но уже подающие большие надежды хоккеисты, после длительных тренировок собираются, чтобы показать высокий уровень игры и получить главный приз. В этом году соревнование среди ребят 2004-2005 годов рождения будет проходить в Пинске 29, 30 и 31 августа. Свою предтурнирную подготовку команда из Санкт-Петербурга решила провести на Кобринском льду. Мы из года в год ездим в Кобрин сюда на предсезонные сборы. Условия этого дворца и то, что находится рядом, поля позволяют подготовить команду к сезону. Приезжаем в августе. Все нравится, все нравится. В результате результат получается достаточно хороший. Занимаем по своему городу второе место на данном этапе. Боремся за лучшими клубами Санкт-Петербурга. 3, 4, 5, 10 будем из раза в раз приезжать. С этой командой, с другой. Многие тренера из Санкт-Петербурга тоже спрашивают, куда лучше ехать. Я советую только Белоруссию и конкретно Кобрин. Кобринская ледовая арена привлекла также юных белорусских и зарубежных фигуристов. Впереди у них ряд соревнований, а свой выбор в пользу места для тренировок они объясняют просто и лаконично. Хороший прием – современные условия. Мы приехали из России, Московскую область, город Ступ. Ледовый дворец имени Севода Боброва. Мы уже второй год у вас, в вашем городе. Нам очень он нравится. Мы проводим сборы две недели. 16 детей приехало со мной. Помогают мне родители. Хорошие условия для тренировок. Хорошая база. Нам очень здесь нравится. Помимо ледовой арены молодыми спортсменами в процессе тренировок используются и площадки комплекса, расположенные на открытом воздухе. Разминка юных хоккеистов и фигуристов предусматривает множество упражнений. Не только на льду, но и на земле. Занятия проводим в основном на льду, но помимо льда, соответственно, в процесс обучения тех или иных элементов и вообще в общую физическую подготовку входит занятие, скажем так, на земле, вне льда. То есть это спортивный зал, тренажерный зал, там зал хореографии для фигурного катания, также для хоккея шайбы может использоваться. И в основном используется это в, скажем так, осеннее, летнее, весеннее время. Используется, конечно, стадион и открытые такие вот площадки. Кобринский ледовый комплекс – место, которое на протяжении истории существования привлекает не только белорусских, но и зарубежных любителей спорта. Помимо хорошей тренировочной базы, это еще и прекрасное место для активного отдыха с семьей или друзьями. Арена всегда гостеприимно встречает каждого желающего опробовать Кобринский лед. Субтитры создавал DimaTorzok